Игорь Негода Был вопрос задан, я сказал, отвечу на вебинаре Что такое абрикос, который я назвал, лично мое название Наука мне, извините, до фонаря Потому что представим себе, что это отдать науке на испытание Что дальше будет? Честно показываю То есть другого варианта нет Так? Поэтому остается, дал название тому, кто умудрился здесь практически ранировать То есть Филиппе, Володя Владимир Викторович Уникальный садовод От него пользы больше, чем от всех вот этих У нас же несколько научных утверждений Так вот от него пользы больше, чем от всех них Заметьте, не себя выпячиваю А человека, который этого достоин Вот так вот А где мы его взяли? Вот эти А вот Дело в том, что есть противовес моему саду Или там Филиппе Есть такой вот Я его назвал несмершенный сад Вот он Это черебушки Это мой друг Владимир Викторович Так Значит, он Вырастил пять Деревьев, четыре из них То есть два Филиппева Два моих Все уникальнейшие Уникальнейшие Вот И почему А у них плоды крупнее, чем даже чуть-чуть У меня или у Филиппева Да потому Что я его назвал Это учеба Несмершенный сад У меня Через один Королевский манджурец Королевский манджурец Бай манджурец Манитоба манджурец Серафим манджурец Вот Вы думаете, не влияет? Ага Короче говоря Назовем это Я бы это назвал Как бы я бы назвал Я бы назвал это Заповедником Абрикосовым заповедником Относительно теплее Вот Чаще цветут Чаще плодоносят Вот Уникальное место И благодаря ему Получился заповедник Еще Для сравнения Вот это мои королевские Так Вот это королевские У пианиста Так Видите Мои у пианистов Кстати Вот это вот для меня Дикие Абрикосовые Вишни Потому что Это на самом деле Не не дикие На самом деле А дичавшие Я уже рассказывал Откуда у меня такие Доказательства Что это дичавшие Владимирская вишни Из Европы Из Европы Вот Поэтому все Про агрикос Пока не смотрим Смотрим на вишню А вот это черешня Вот Для вас напоминаю Год потерян Грант вам не дали Землю вам не дали Вот Но мы еще Об этом поговорим В результате Вот это Еще год потерян Для науки Не для вас лично Вот Для науки Потому что Просто напоминаю Наш дорогой Валерий Владимирович Взял и черешню Боднара Она тут рядом растет И привил На вишню степную Получил Низкорослый Я звонил Он Зацветает Зацветает И желтая драгана Зацветает И та зацветает И эта зацветает Я еще не знаю Что дальше Мало ли что Может там Бывает зацветет А плодов нет И говорит Моя тоже Помните Говорит Еще бы я забуду Будущее Это вот за ними Почему Степная Вишня Самая надежная Если каким чудом Вот волшебник Почему Музыканты Музыканты Они такие От того мира Где волшебство Творят А замачиваю А год то потерян И ни я веточку Не взял Ни сил Ни здоровья Сергею некогда Банкрот Магазин закрыл На зиму Магазин закрыл Долги остались А Все осталось Ипотека осталась Кредит остался Кто Кому это надо Что У человека Вот сделал Первый важный шаг Она взялась На степную вишню Привелась Я тоже Привел на степную вишню Я 30 лет назад Привел на степную вишню Через 2 года Она умерла А у него Засветает Ну кто из нас Волшебник Железов Или этот самый Или пианист А Тимошка Когда вырастет Ждать будем Вон он На дальнем плане Мой внук Дождемся ли Да вы думаете Я это вам Вопрек Ставлю Не самое Вы сейчас опять В Москву Имея только стипендию За душой Опять в Москву За свой счет Поедете Елки-палки Ну и Это самое Ну с ней С этой дамой Не получилось Садовода Вот Если было бы Навыки у него Садовода Наверное Я бы ее Как-то Прохормил То есть Платил бы Типа зарплаты Я зарабатываю На семинах Вот Чтобы передать И потом дела Не Пошла в магазин Устроилась работать И по 2 часов В магазине Вот Имеется Завод Только В качестве Этой Как их называют Модели Красуется Этой